Музыка Коля, прости, братан Это обзор табака от Коли Саркози Мы сейчас находимся в Анапе В заведении Мята Лаунж Которое находится по адресу Улица Владимирская, 120 И сейчас будем снимать табак На табак Как будто на турецком написано Зайк Зи Зайк Зи Собственно, вот такой вот боксик Ко мне пришел Коля, с уважением, красава И мы будем сейчас делать обзорчик табачка Коли Саркози Давайте посмотрим, что у нас здесь есть У нас здесь есть Вот такой вот черный конверт И я поначалу думал, что это с деньгами И значит табак будет хороший Но Это не денежки Это что-то гораздо интереснее Давайте посмотрим Я, собственно, это еще не открывал Вот так откроем И здесь у нас Мунштук От Коли Саркози Ну, мунштук, как мунштук Металл Обработка Кусок резинки И очень Тонкий проводочек Который будет явно натирать тебе шею Собственно, это все Далее у нас есть брошюрка Вот такая вот Давайте почитаем Представляю вашему вниманию Табак Саркози Табака От известного деятеля Кальяна индустрии Коли Саркози Табак имеет акцизную марку Производится в городе Краснодар С 18-го года Саркози представлен во многих городах России Табак средней крепости Хорошо себя ведет на высоких температурах И восстанавливается с минимальной потерей вкуса Это так, братан? Не так он говорит В создании саркози табака Используется табачный лист Берли Качественные компоненты И ароматизаторы Европейского производства Судя по всему, что табак Коли Саркози Выветривается примерно за 30 минут Да, я прокуривал все это То здесь, скорее всего, нужно было сказать Компоненты и ароматизаторы Еврейского производства Что обеспечивает Жаростойкость вкуса Да, ведь евреи знают Толк в жаростойкости На протяжении сеанса курения Вот так вот, собственно, такие брошюрки Что самое интересное, знаете, я заметил То, что Мне пачки пришли безакцизные Да, пачки безакцизные Давайте, собственно, смотреть Что у нас есть У нас есть дыня У нас есть голубика У нас есть банан Кстати, банан Такое ощущение Как будто Здесь не банан написано А, бэпан Ну, шарющий, пацаны, в теме Да, на тоннере Виноград Есть ананас И есть, собственно, смородина Каждый из этих вкусов я уже прокурил А, девочка подняла, у меня упала, да А, и могу сразу выделить так, что А, еще был ананас, который мы все-таки благополучно А, есть он здесь, да Мы его как бы благополучно выкурили Только из-за того, что ананас был прям, ну, реально вкусный Но единственная проблема ананаса была в том, что он очень быстро выкуривался То есть буквально за 25 минут аромка просто так вот И выгорала, да То есть большая проблема табака-саркази Это в том, что аромка, в принципе Она как бы, возможно, она хорошая в каких-то вариациях, да Но выкуривается она очень быстро Выветривается тоже очень быстро А, и еще из того, что я заметил Что есть такое ощущение Есть такое ощущение о том, что Табак с 2013 года Реально, как будто компоненты, которые используются, они из 2013 года То есть когда я курию этот табак, я чувствую какую-то ностальгию, да То есть я возвращаюсь в какое-то свое прошлое Когда я прокуривал все на обычных мангальных углях Когда там еще много чего не было И вот такая вот аромочка мне, собственно, бьет, да Вот так по горлу я чувствую, блядь, что-то старая аромка И я Коле всегда говорил Коля, что у тебя с аромкой? Так, мы сейчас попросим ребят, наверное, заколотить смородинку И я сейчас расскажу по-друге вкусу Да, ананас Как я и говорил, вкус довольно-таки прикольный Ананас спелый, сочный Но аромка вылетает очень быстро Виноград а-ля Изабелла Очень такой приторноватый Без свежести, без каких-то холодных тонов во вкусе Но при этом очень интересный Но также здесь та же проблема Именно с выветриванием и выкуриванием ароматики Банан очень сложный Химозный и очень ацетоновый Что как бы неудивительно, учитывая тенденцию сегодняшних бананов Любой банан возьми, даже от того же Дарксайда или Дели Хуки Это сплошной ацетон Дыня Дыня мне крайне не понравилась Это такая дыня-колхозница С очень тупорным, неприятным вкусом Голубика И кстати, написание вот такое А-ля типа нельзя называть табак так, как он называется в виде пищевой Да, то есть каких-то пищевых вещей То голубика, ну честно сказать, вот такое вот название Не очень как бы прикольно читать Когда используется латиница, кириллица и все остальное Также хочу сказать, что касается дымности, жаростойкости По жаростойкости я бы не сказал бы, что он супер жаростойкий Чуть-чуть даешь больше, уже начинается такой перегрев И он чувствуется на горле Я не говорю, что он сразу так бам, въебал Вот так, нет То есть он как бы есть, да Но когда он перегревается, ты начинаешь это ярко чувствовать И это не очень приятно Ты сразу понимаешь, что табак немного не вытягивает заявленных слов производителя Что касается упаковки Как бы в целом, да, прикольно Принт прикольный, то есть импотенция, не импотенция, да Все нормально Почему у меня табак не акцизный, тоже непонятно Но скорее всего это промоушен Это промо-пачки для обзоров и всего остального Чтобы как бы немного не проебланиваться на акцизе Еще и когда ты отправляешь все это на обзор Из хороших я выделю, наверное, том, что он хорошо упакован Да, здесь есть подарочки в каждой упаковочке Не знаю, всем ли они приходили или нет Но мне, по крайней мере, пришло Некоторые вкусы, которые я говорил, довольно-таки хорошие Но, возможно, мы его так курили, что он у нас выкуривался Потому что когда мы поехали, забрали с Илкиным эти пачки Потому что Илкину тоже их присылали Мы сразу забили парочку вкусов И там поняли, что пожаростойкости слабовато немного И по ароматике тоже На старте все окей, все годно Но проходит какое-то время И ты просто понимаешь, что вкус скатывается с нормального Прям просто выебищее говнище Да, просто прям Вот вкус скатывается в анапу в момент жары Когда море начинает свистеть Вот примерно у тебя такие же ощущения Вроде смотришь где-то вдалеке заебись Но чтобы до этого заебись дойти Нужно пройти всю эту тину Так же с табаком Только наоборот Ты куришь, все заебись, все отлично И тут тебе салам алейкум, здравствуйте И ты попадаешь в то, что ароматика теряется Мы его пробовали миксовать В миксах довольно-таки круто Но более ярким вкусом он немного проигрывает по насыщенности Что касается насыщенности чистого продукта Чистого чашки табака Которую сейчас ребята из мяты мне забивают То я могу сказать так Что курить можно Но нужно привыкать Реально нужно будет привыкнуть Потому что очень странно он себя ведет По цене акциз Собственно стандартная цена 100 граммов табака Ничего нет завышенного Вполне приемлемая Минимальная цена С минимальной моржой И 100 грамм Как собственно и все остальные другие акцизные табаки Что касается Бёрли В последнее время я очень сильно начинаю за это задрачивать То я заметил, что многие продукты Лишь только пишут, что у них Бёрли Но на самом деле Там есть возможно Бёрли Бёрли какой-то дешевый Бёрли какой-то другого сорта Не то, что мы привыкли курить Возможно Бёрли Но не такой качественный, дорогой Бёрли Но как Бёрли Это то же самое, что Грубо говоря Я вам сейчас пример привожу В Алма-Ате есть Кока-Кола Да, оригинальная Кока-Кола И есть Кока-Кола Казахстан То есть КЗ-Кола Как бы вроде Кола-Кола Но одна как бы дешевая И она чувствуется А вторая как бы нормальная Поэтому вот так вот Сейчас нам ребяточки забьют Мы раскурим смородинку И я вам уже подробненько все расскажу Так, так, так Что у нас здесь? У нас здесь мородина И я в принципе пока еще не раскурил То есть как бы не прикурил Сейчас я немного прикурюсь Вы можете посмотреть Так, первое мнение Мородину я еще не курил Получается, смотрите Смородина А пока месть вкуса практически нету Ну как бы и есть Но он очень слабый Но он максимально натуральный То есть это настоящий вкус смородины Без схемоты и всего остального Но при этом он очень сладкий Не то чтобы сладкий Он сладенький Но при этом он еще и очень слабый То есть яркости максимальной нету Прям не было, чтобы так ярко-ярко Смородина раскрывалась И если ее миксовать с другим продуктом Да, там другим вкусом Даже того же Коли Саркози То смородина просто потеряется На фоне абсолютно любого вкуса Который у меня здесь есть в пачках Подымности все окей Три угля Чашка Солярис Кальян Нуб Юник Нуб Юникуя Да Начинает немного простреливать Именно пробелы в ароматике То есть когда ты затягиваешься И через затяжку Ты просто не чувствуешь ничего, кроме дыма Такая диффузорная для него нахватит Да, слабо Очень слабо Ну-ка, идем сюда Попробуй, может Я не знаю, может я не чувствую Кофе или что-то еще Так, идем так вот Подвину Вот я ему, кстати Потому что он уже все себе СЗ-ку забрал Тебе нравится? Да Монштуки крутые с Коли Красава Ну и вот она слегла аромка Аромка слегла Типа это даже не в касании Это с очень большим отступом Большой колодец И аромки вообще нету На трех углях Типа жар Такой достаточно оптимальный Но он его не держит Жар не держит Потому что когда я начинал прокуривать Мне показалось, что очень сильно землей дает И где-то сдалека была Там смородина Это Берли, Берли, Берли А так Оль, прости, пожалуйста С уважением С уважением Собственно, примерно такая же история Грубо говоря, со всеми вкусами Какие-то ярче Какие-то примерно такие же, как смородина И возможно кому-то нравится Я ничего не хочу сказать плохого Без подъебов и всего остального Но как есть Абсолютно как есть Но я надеюсь, конечно же, будет лучше И мой обзор как-то повлияет на это Чтобы его уважаемый технолог Тебе, кстати, технологу привет Немного делал вкусы поярче Потому что тенденция рынка сейчас на Комфортные, но очень сладкие Грубо говоря, очень яркие вкусы Да, то есть Я и говорю, как вот реально Тринадцатый, четырнадцатый год А-ля льваха А-ля льваха Аромка сейчас легла полностью Давайте просто сейчас сделаем Ребят, можно вас? Давайте просто эксперимент Попробуй Сейчас скажи Погромче И погромче Что ты чувствуешь? Твои первые впечатления А? А, ну говори, говори Свежо, в принципе Свежо, чего еще Насыщенность, яркость Ну, насыщенность так себе Так себе По яркости Смородину чувствуешь? Да, ну чувствуешь Вообще не чувствую Ладно, давай кинту А сейчас застрет, у него вот дарксайдовский маншрут Попробуй Слайки писал, что все хуюло Все какого-то, слайки А-а-а-а Мам, я все знаю А-а-а-а Не знаю, я писал, чтобы мне не очень Теперь не очень Слушай, надо Как я говорил, что А, ну давай, давай, бралан Спасибо Светаниц, братан, мам, привет передачу так что аккуратно славик не позвонил но пока приходилось да как бы что это все стало доказать то что ромка нужно конкретно прям подтягивать В каких-то моментах прям, ну, кайф Допустим, по настроению Вот такую смородину реально можно покурить Когда ты не хочешь чего-то яркого Прям насыщенного Просто хочешь чельнуть, отдохнуть И просто хорошо, грубо говоря, покурить То есть, не напряжно То смородина вполне подойдет Поэтому, ребят Всем спасибо, кто смотрел А, пожалуйста, кто курил табак Коли Саркози Пишите, пожалуйста, в комментариях В каких моментах я был неправ В чем, возможно, я был неправ Что, возможно, просто было максимально Субъективным, и мне это не закатило Да, есть такие вещи, как субъективность От нее никуда не уйти И напишите свое впечатление в комментариях И, наверное, среди этих Комментариев мы разыграем Бокс От Коли Саркози, да, с 10 вкусами Так что дерзайте Пишите комментарии И, грубо говоря, давайте 1 августа мы подведем итоги Все, всем пока Всем спасибо Это была Мята Лаунж Город Анапа Единственное франшизное заведение В этом городе По адресу Улица Владимирская 120 И она круглосуточная Так что забегайте Будете здесь Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова